эй 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 приветище жара плюс 35 долбит в башкент просто нереально потный жалюза извергает огромное количество воды тем не менее снимаю для тебя ролик смотри что у нас на экране у нас тут есть орел и солнышко что это значит а ни черта это не значит сегодня мы играем короче в контрабанд police prologie короче будем ловить контрабандистов начинаем новую игру и тут написано работа мечты ты понимаешь да работать контраб в смысле быть полицейским который ловит контрабанду это работа мечты о-о-о смотри там и полезака написано у нас на жилетке и мы тянем пятюню типа стопы на заднем фоне мы видим как поймали какого-то мигранта который хотел незаконно пересечь границу и все-таки мы его нашли а может он просто незаконно что-то перевозил какую-то борду по гран-пост карикатаки акаристан 16 апреля 1981 год просыпайтесь товарищ скоро приедем отлично той западет маруси маруси у него на торпеде который танцует такую же все хочу ребят поспорили на ящик водки что вы и неделю не продержитесь в этой дыре но комиссар почему-то вас верит чё это он в меня верит подозрительно он же меня еще даже не видел но музыка конечно располагает сразу же можно радио переключить следуйте всем его приказам иначе кончите как разников бедняга он просто хотел немного подзаработать чем взятки что ли брал на границе ли чё почему радио не могу переключить а полезака ну к нету и туловище тоже нету приехали ура ладно вот и добрались доложитесь комиссару удачи а по поводе польский язык или какой радио можно переключить давай понеслась валенки валенки и мои сандалинки все песни закончились но все прощай прощает у меня больше никогда не видишь а подожди можно еще бардачок открыть бардачок куда это я сел подожди это где я сижу на двигателе что ли о и двигатель можно открыть круто а чё еще у тебя тут есть да хорошими так смотреть смотреть на меня типа ты чё потерялся ну вышел с моего бобики здесь можно залезть прикольно почувствую себя контрабандистом которого повязали депортируют сейчас хотя я не знаю контрабандистов депортируют или в тюрягу садят и сзади тоже открывается почувствую себя кинологом а вернее собака кинолога но все прощай полезака давай я тебя пятюню пожму а я забыл что ты бревно до свидос короче о челандрек чебурек почему твои узи так выделяются комендант трепин мы поболтаем припаркуйте припаркуйте мою тачку я не могу ему сказать видимо у меня полномочий еще не хватает пойдем через лакбаум перед почтовый ящик который дает квест надо пойти поболтать с ним приветствую товарищ мы вас ждали добро пожаловать на погранпост а каристана в карикадке спасибо я комиссар андреев и я введу вас в курс дела это все конечно хорошо для начала зайдите в офис и возьмите информационное досье окей слушай обязательно по громкой связи это все объявлять и чтобы все в округе подумали что я долбанат ну хотя как в округе тут принципе никого нету за исключением туалет быстрее в туалет столько ехал чтобы сходить в туалет прекрасный туалет запустить торпеду прямо сюда вот так садимся и загрой это же туалет и шрека надо сделать это дверь открывайся черта фейлился надо еще разок somebody in the ring in world да пойдем спросим про мое выступление у от этого полизаки комендант максимов уборка давай убирайся подметай здесь все короче с ними тоже не могу взаимодействовать жалко видимо полномочий у меня еще не хватает пойдем сюда глянем что это у нас помещение охраны бухаем бухаем на рабочем месте а как так еще телек смотрим комендант иванов что такое слышь ты она вышел с моего помещения ладно все я выхожу давай пока настало время зайти в свой кабинет и посмотреть что там и взять соответственно информационное досье чувачок это наш президент почему похож на лукашенко непонятно вот они мои документы компы я думал восемьдесят первом году компы были размером со всю вот эту комнату бутылки из подводки телек стоит прикольно ну ничего ничего уютненько тут фураж очки и форма есть шикарно календарик почему-то только на пятое число сегодня шестнадцатая вроде тачки подъезжает там уже на границ куча радиотехники печатный печатная машинка вентилятор почти как у мормовой слушай когда он в конце свои таблички то с комментариями выставляет у него там такой же крутится летом круто у меня такой вентилятор на рабочем столе стоит теперь забавно значит берем информационное досье а теперь откройте информационное досье и загляните в должностные инструкции в ней содержится правило проведения досмотра и предоставления права на въезд а также описание стран и типов автомобилей о ну давай загляни посмотрим что там у нас вот он пограничный контроль должностная инструкция содержание начнем с первого проверка документов понятно имя фамилия нужно это все сверять видимо срок действий обязательно проверяй паспорта печать понятно топливный бак регистрационный номер спущенные шины осмотр на уроди как все мы все с тобой прочли мы теперь гений таможенного дела давайте же приступим опустите рычаг чтобы пригласить первого водителя на пограничный контроль а вот этот рычаг ну давай запустим первого водилу на жигуленки заезжаю вижу уже сразу что у него фара подбита там закрылся шлагбаума у тебя заднего крыла нет для въезда в аркистан водители обязаны предоставить комплект действующих документов потребуйте предъявить документы документы гони ты все слышал он по радио вещали документы гнигрю спасибо вручаю вам документы теперь загляните в информационный досье каждый водитель должен показать вам как минимум паспорт и водительское удостоверение сравните имя водителя в обоих документах окей давай проверим значит паспорт автомобиля у нас есть паспорт обычный тоже у нас есть тут написано лев попович сравниваем фамилию и имя не забудьте отметить все выявленные несоответствия в документах и неисправности автомобиля в отчете досмотра а вот он отчет досмотра у вас как тут всего ошибки в документах единственная причина для отказа во въезде все понятно значит вот тут можем ставить кресики галочки а здесь у нас проблем по автомобиле они у нас хоть есть разбиты окна по моему есть разбита фара точно есть и давай сейчас осмотрим пора принять решение разрешаете въезд или нет подожди ты чё ты там вперед поезд это лезешь я еще не все осмотрел не все проверил значит окно разбит а вот еще заднее крыло надо пометить давай посмотрим что в багажнике чисто залезем сейчас в тачке поковыряемся тут двигатель все нормально контрабанды нет кокс не везет наркоту не везет колесо спущено ясно давай а еще одно окно разбито маленькое окошечко друг мой сердечный откуда же ты едешь почему тебя тачка такая ушатана вот там проблемы какие-то залезем в тачку посмотрим что у нас тут есть все вроде чисто вроде никаких претензий у меня нету все огонь о включить фар давай включим проверим как фар у него работают бардачок можно открыть можно чем в бардаке ничего там нет но вроде бы как все осмотр и досмотр пройден надо будет пометочки сделать моих документах пары кстати горят и же включил и в принципе все давай значит отчет по машине разбито два окна пары до спущено одно колесо дальше значит у нас дефект по кузову дефекты по кузову одна штука неисправности лампочек в кабине а я лампочки забыл проверить так сейчас посмотрим где у тебя тут лампочки вам как где лампочка не по почему тебя лампочки нет а эй чудик у меня в документах стоит пункт проверить лампочки у тебя плафончик и даже элементарного нет что за фигня ну короче ты по-любому таможню не пройдешь из-за лампочки понял и какой злой докапывай стыль таможенник ладно я сегодня добрый короче я тебя пропущу косяки по тачке но в документах у тебя вроде все пучком наконец-то користан давай уже езжай только колесо не забудь подкачать у тебя колесо одно спущено а то влетишь в дерево чунгачкуки растекают о отличная работа это решение было правильно вызовите следующего водителя на контроль подожди видел что мне 260 баксов дали и можно было на f1 нажать чтобы посмотреть отчет но походу он теперь не жмёт я еще и взвешивание забыл сделать яма вот сейчас следующую тачку запускаем и делаем взвешивание давай заряжай на к похоже . пока 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 2 пока привет этот водитель не является гражданином нашей страны все иностранные граждане должны также предоставить действующее разрешение на въезд досмотрите этого еще нескольких водителей окей все да смотри документы доку ты мне документы не передал документы ваши придать возьмите с возвращением только ты чё такой дерзкий возьму и не верну понял самые твои документы выпендрежник так значит по тачке вроде колеса не спущенные фары не разбиты зеркала нету да здесь есть зеркало тут нету зеркала чё у нас багажнике тут двигло с тачки вышел вышел с тачки говорю ты чё блин я сейчас с другой стороны потесню тут у нас в багажник запасное колесо вот сейчас эти и потечню вышел с тачки глю вот так отлично включить фары вроде все пучком бардачка нету тут у него чё по документам у тебя паспорт автомобиля 950 килограмм максимально разрешенный вес давай взвесимся 580 ну то есть ты проходишь все пучком микрос 26 давай посмотрим микрос 26 где-то здесь у меня должно быть это загар 53 от микрос 26 и сравниваем вот так вот соответствует все пучком 950 килограмм разрешенная масса все сходится по документам даже вот так участвую сделаю на всякий проверяем имя фамилия севдо тимуров тимиров все правильно здесь у нас чего разрешение на въезд 15 октября 1980 просроченный въезд не разрешаете проезжать год уже прошел с той даты не соответствует работа причина въезда паспорт сравним фамилию на разрешение на въезда не соответствует и чего по поддельным документам хотел проехаться а паспорт значит сравниваем у нас еще и паспорт не соответствует с разрешением да ты офигел по липовым документам хотел прогнаться давай теперь еще узнать чего вот это вот сравним как это штампик штампик в паспорте где этот у меня штампики где-то здесь должно быть слушай я чуть а вот есть есть королевство rk все соответствует понятно регистрационный номер чего у нас регистрационный номер автомобиля его короче надо посмотреть спереди и сзади юзи g 06 где 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 у меня так не тут вот юзи g 06 а подожди я так не могу сравнить да то есть тут надо своими глазками все проверять понятно в общем 06 97 y все соответствует спереди у нас проверяем сзади теперь потому что сзади может этого знака не быть либо он неправильный юзи g 06 97 y все правильно все соответствует значит тачка не угнана и она твоя теперь нам нужно заполнить отчет тогда смотри какие дефекты мы выявили нет зеркала а все остальное вроде пучком у него все хорошо теперь нам нужно сверить паспортные данные с ним а именно еще окошечко разбито маленькая понятно больше вроде нигде разбитых нету давай поставим галочку разбито окна одно штука так теперь по паспорту давай сверим тебя по фотке ты не ты у нас там где-то фоточка зато чуть не понял чё ты тут слишком молодой столько времени уже прошло что такой старый кепка вроде соответствует но лицо счет ты подуставший выглядишь не так как на фото короче я думаю что это не он тут какой-то левый чувак моложе на 20 лет так что не имя и фамилия не соответствует с разрешением к тому же срок действия стек номер паспорта забыл я номер паспорта проверял нет по-моему он не соответствует тоже да не соответствует тоже печать соответствует типовой бланка чё за типовой бланк надо короче почитать должностную инструкцию и там найти что такое типовой бланк давай откроем нашу инструктейшн типовые типовые бланки вот типовой бланк проверяйте бланк всех документов полин они еще меньше шрифта не могли сделать что так мелко написано за исключением разрешением на въезд то есть вот это вот в каждой стране они разные образцы бланков предоставлены в должностной инструкции нажмите на значение документа чтобы рассмотреть бланк а как короче нихрена не понял поэтому пропустим этот пункт тип автомобиля соответствует вес тоже фото не соответствует регистрационный номер соответствует опись груза у него его не было но вроде бы как все ежедневные ограничения их тоже не было тут все тут все вот короче все заполнил вроде окай думаю что окай можно тебя не пропускать ты короче не проедешь у тебя куча грубых нарушений по документам так что въезд запрещен год бай бэйби вы совершаете большую ошибку да пошел ты это моя работа понял совершая ошибку документы правильные предоставляет будешь проезжать нормально только не туда куда погнал и а вот все красавчик развернулся и на выезд я уж думал отряд вызывать чтобы его задержали думаешь а шлагбаум прошибет все давай покеда отличная работа 290 баксов получил давай посмотрим результаты значит стопроцентная точность ты понимаешь какой таможенник я просто идеальный таможенник значит севдо тимуров из королевства рк не получил право на въезд связи с ошибками в документах но так она в принципе есть разбиты окна до нет зеркал короче по всем пунктам я все правильно отметил я просто лучший сотрудник этого месяца мне премия должна быть надеюсь что начальство увидит мою работу и все-таки разродиться на эту премию следующий заезжайте пожалуйста фиолетовая жигулишка на самом деле это не жигули это какой-то другой автомобиль в игре он по-другому называется здрасте здорово а давай-ка взвесимся тачка весит 1230 килограмм они дофига ли ты весишь что чё контрабанду проводишь а документики товарищ документики ваши пожалуйста предоставьте возьмите нас возвратом еще одна дерзота подъехала на обычно мы уже знаем что с этим делать так я не понял а чего у тебя с паспортом а почему такой помятый как будто им подтирались так ну хорошо ладно сейчас проверим тачку все осмотрим ее госномер значит вор и вор 7517 джигид джигид вор 7517 джигид все правильно тут все соответствует чего нас сзади вор 7517 джигид тоже все правильно проверяем вес автомобиля 1700 килограммов проходит значит все пучком дальше давай мы сейчас проверим тип автомобиля где у нас тут типа автомобилей за гор 53 не то где она где наша точилочка завет вот она вроде все сходится все пучком по килограммам тоже все сходится то есть документы автомобиля все ок надо теперь сверить фамилию и имя тули хи хи оп финн что ли какой-то сравним все сходится тхули хи ок тут тоже рис все сходится опачки нифига себе разрешение на въезд фальшивые что ли а это смотри хи ок написано хи ок а у соответствует срок действия 27 апреля 1982 год то есть у него на будущее сейчас 81 год а он до 82 действует ну ладно все соответствует что-то меня твой паспорт смущает давай-ка мы штампик проверим где в какой стране такой штампик есть а акваристан королевская река общ назад что-то я не могу тебя найти объединенные ралли 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 где такая страна у нас давай поищем ралли ралли вот она ралли нет такого штампа у тебя фальшивые документы ты просто из тетрадки сделать и паспорт еще и помялого ну короче не соответствует нифига видишь урале птички там на штампах у него какой-то солнышко ясно фальшивый паспорт у меня способности кончились сравнивать прикинь придется теперь все своими глазками проверять ё-моё сверхспособность таможенника у меня кончилось значит тут у нас неправильно все в общем у нас огромные проблемы с тобой товарищ точнее у тебя огромные проблемы значит имя фамилия не соответствует срок действия соответствует номер паспорта не соответствует да там все соответствует печать не соответствует типовой бланк фиг с ним тип автомобиля соответствует вес тоже соответствует фото соответствует регистрационный номер. Да, опись грузов у него нет. Кстати, насчет фото. А ну-ка, вышел из тачки. Я тебя не сравнивал по фото еще. Дефект крыла у него. С тачки вылез. Так, сравниваем фото. Ха! Ха! Похож. Он даже в том же цвитере фоткался. Забавно. Это говорит о том, что он фотку делал на днях. Может быть, даже перед въездом на границу. Фотка соответствует, но документы у него липа. Галимая липа. Поэтому въезд тебе я запрещаю. Не проедешь. Ты понял? Давай пока. Это еще не гонять. Ой-ой-ой, какие мы грозные. Я тебя запомнил. Так что в следующий раз с нормальными документами приезжай. Давай, до свидоса. Покеда. Ну че? Результат досмотра. Давай проверим, че я не про... Типовой бланк. Короче, понятно. Косячил с типовым бланком. Точность у нас 88 процентов. 130 баксов я заработал. А типовой бланк, это скорее всего паспорт был. Ладно. Короче, если под паспортом будут подводить какие-то, то я их буду в типовый бланк заносить. Следующая тачка у нас брутальная. Сразу спереди нет номера, госномера. Сзади госномер есть. Взвешиваем, точил. 1480 килограммов. Добрый день, товарищ. Передавите ваши документики, пожалуйста. Возьмите, с возвратом. Еще один дерзкий подъехал. Знаешь, что дерзкие у меня обычно не проезжают? Хотя откуда ты знаешь? Ты че это на своей шкуре прознаешь. Че документы убрал? Давай показывай. Вот так вот. Значит, пробиваем тачку его. Завет написано по документам. Че это за тачка завет у нас? Опачки. У него паспорт автомобиля подделанный. Это точно не зает. Разрешенная. 2000 килограммов. Не может быть. По паспорту у него 1700 разрешенная максималочка. Значит, регистрационный номер надо сверить. Пойдем проверим. Похоже, похоже, похоже. 86 CV. Неправильно. У него 87 там в документах. А тут его вообще нету. Тачка, походу, в угоне. Лобовое разбито. Все ясно. Липовые документы. Значит, ставим, что у него разбита левая фара. Нет бампера. В общем, все это мы отмечаем. Фара. Зеркала. Чуть не обратил внимание. Надо посмотреть. Бампера нету. Дефекты кузова тоже шлепнем. На всякий. А, у него даже два стекла разбито. Понятно. Значит, два стекла разбито. Давай проверим, что в багажнике. Чисто. В салоне. Да, зеркала, кстати, на месте. Оба. Дефекты кузова убираем, потому что их нету. Пойдем посмотрим, что у него под капотом. Двигатель. Ничего лишнего. Закрываем. Ну, вроде бы по дефектам тачки прошелся. В салоне все хорошо. Вышел с тачки. Сейчас будут тебя досматривать. Фары включаем. Фара у нас работает одна. Ну, теперь давай по тебе пройдемся, товарищ. Значит, посмотрим, что у нас с тобой по паспорту. Борода. Ну, в принципе, чувак похож, если бы у него была бы борода. Но так. У него футболка не соответствует. У него еще есть очки. Они не похожи на те, которые он носит. Короче, я делаю вывод, что ты не похож на то, что указано у тебя в паспорте. Соответственно, у тебя фото неверное. Поддельные документы. Фото неверное. Где фото? Фото вот так вот. Дальше у нас проходим по имя и фамилии. Способности кончились, поэтому проверяю вручную. Айно Яксеев. Все, тут вроде правильно. А тут Айно Яксеев. Тут тоже все правильно. Серия паспорта. 8G6P в F316. Сходится. 15 ноября 1981 год. Проходит причина въезда торговля. Значит, теперь мне нужно проверить штамп в паспорте на всякий пожарный. Кто знает, вдруг у тебя и паспорт поддельный. Штамп соответствует. А, я же не могу со своей способностью все проверить. У меня она кончилась. Ну, получается, что у него разрешение только не соответствует. И фотка в паспорте. Ну, короче, все у него липа. Въезд я тебе запрещаю. Нельзя проехать тебя. Понял? Вы совершаете большую ошибку. Да, конечно. Я же тебе говорил, что ты сразу не проедешь. Такие дерзкие у меня далеко не уезжают. Так что иди домой. Вот тебе фонарик. Чтоб светило тебе прям до дома. Давай покеда. Чтоб я тебя больше тут не видел. Понял? Ну что? В принципе, все. Это была последняя тачка. Что дальше будем делать? Вы сегодня неплохо справились, товарищ. Было не так уж сложно, правда? Да, вроде да. Значит, срок действия я просрал. В смысле? В смысле срок действия? Я же проверял. По тачке все ок. По контрабанде не было. Но вот срок действия меня смущает. У него до ноября было. А сейчас типа апрель. То есть, как бы у него все ок было. Почему тут странно как-то? По типу автомобиля согласен. Он упустил. И регистрационный номер тоже упустил. Ну, типа, подустал под конец дня. Но вот срок действия, это, конечно, спорно. Вы заслужили отдых. Отправляйтесь в свою квартиру. У меня квартира тут есть. Хата с края у меня. Так, а где другие живут? Тоже в моей хате? Странно, конечно. Ребят, я вас не пущу теперь. О, там еще один чушь стоит. О, я люблю Акаристан. Прикольно. Мои подштаники, видимо, а может не мои. Трусы в виде флага финишного. В общем, все. Я дрыхнуть. Ежедневная сводка. Корректная проверка. 5 плюс 890 долларов. Обслуживание КПП. Одна штука минус 300 долларов. А, ну понятно. Типа, чтобы КПП обслуживать, нужно денежки башлять. Ясненько. А вот и утречка. Надеюсь, вы испались. Сегодня я научу вас обыскивать машину на предмет контрабанды. О, классная тема. Сначала посмотрите на информационный щит. Окей, я посмотрю, но это будет уже в следующей серии, поскольку у нас сегодня 17 апреля в игре, то есть это следующий день. Так что, если тебе понравилась эта игруха, то не забудь поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить следующего крутого видосика. Ну, а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok